Спасибо большое за представление. Позвольте начать с того, что мне очень приятно вновь поддерживать связь с моим родным, скажем так, институтом. Это Воронежское государственное медицинский университет имени Бурденко, где я закончил педиатрический факультет. И также позвольте выразить слова благодарности моим учителям, заведующему кафедрой урологии Кузьменко Андрею Владимировичу, и Георгию Тимуру Асланбековичу, аспиранту кафедры урологии. Дорогие друзья, многие из вас здесь присутствующие, а также посещали студенческие научные кружки. Кто-то из вас продолжает этим заниматься. Все представляют себе ограниченную группу людей, как правило, студентов, которые занимаются обсуждением, представлением сообщений, результатов своей научной деятельности, дискутируют на те или иные вопросы, касающиеся какой-то определенной области медицины. Я попрошу вот здесь всех присутствующих в зале, поднимите, пожалуйста, руки, кто посещал студенческие кружки. Ну, прекрасно. То есть все присутствующие начинали свой путь с научно-образовательного кружка. Дорогие друзья, что же такое научно-образовательный кружок? Научно-образовательный кружок представляет собой информационную площадку, платформу, на которой каждый может проявить свою образовательную активность, задать те или иные вопросы, получить ответы, мнения экспертов той или иной области, в данном случае в области урологии. Это место для дискуссии, где мы в процессе дискуссии можем добиться истины. Это достаточно очень важно. Также, в первую очередь, научно-образовательный кружок имеет междисциплинарный подход к освоению материала. Целью нашего сообщества является объединение молодых урологов, молодых студентов, которые еще только начинают свой путь и определяются с дальнейшими целями, с дальнейшим определением, какими специалистами они хотят стать. Также к нам присоединяются молодые ученые, аспиранты, ординаторы. Одним словом, всех тех, кто заинтересован в получении новых знаний, в повышении своего образовательного уровня. Как я уже сказал, мы стремимся к совместному освоению знаний. Вместе с вами мы создаем единую, доступную всем членам сообщества информационную базу. Научно-образовательный кружок способствует формированию науков с научной литературой. Представляет возможность выступить перед широкой аудиторией, представить результаты своей научной деятельности. Работая с нами в одной команде, вы приобретаете все вышеперечисленные навыки, которые совершенствуете в течение всей своей жизни. Несколько слов я бы хотел сказать об истории. Международный научно-образовательный кружок был создан в 2013 году. Был сформирован на базе научно-исследовательского института урологии и интервенционной радиологии. И создавалось как междисциплинарное сообщество молодых ученых, студентов, ординаторов. Научно-образовательный кружок имеет межрегиональное сотрудничество. В частности, есть пример, что не так давно мы начали сотрудничество с кафедрой урологии Воронежского государственного медицинского университета, который сейчас находится с нами на связи благодаря современным технологиям. Также в 2014 году в городе Кемерово состоялось открытие Сибирского регионального отделения научно-образовательного кружка. В работе научно-образовательного кружка активно принимают участие как студенты медицинских вузов, ординаторы, также аспиранты. Например, в том году у нас имели выступление ординаторы второго года кафедры урологии Рудеян. У нас транслировалось выступление студентов с кафедры урологии Воронежского государственного медицинского университета. Научно-образовательный кружок также имеет тесное взаимодействие с общественными организациями. В частности, мы взаимодействуем с интернет-форумом урологов, благодаря чему мы можем транслировать наше каждое заседание в интернет-трансляции, что имеет огромное значение и возможность для всех тех, кто стремится к получению новых знаний. Они могут принять участие в интерактивном голосовании, которое проходит у нас на заседании, принять участие в дискуссии, задать вопрос и получить на него ответ. Научно-образовательный кружок, как я уже говорил, благодаря современным возможностям имеет шанс, возможность транслироваться в сети интернет. Таким образом, каждое заседание, по нашим данным, мы имеем до 50 человек в интернет-аудитории, что довольно-таки хорошо и говорит о том, что у молодых студентов, ученых есть интерес к развитию. Научно-образовательный кружок имеет возможность приглашать экспертов на заседания. Молодые ученые, студенты, благодаря чему имеют возможность задать им вопрос. В данном случае это тоже имеет весомое значение. Коллеги, согласитесь, имея такое количество часов лекционного материала, на нашем сайте создан банк презентации, который включает в себя более 80 видеолекций. Это позволяет каждому, кто является активным участником, использовать этот материал для самосовершенствования, саморазвития. Уважаемые коллеги, согласитесь, были названы достаточно внушительные цифры, и каждый студент имеет возможность прослушать курс лекционного материала, пройти тест и получить сертификат на обучение в ординатуру НИИ урологии и интервенционной радиологии. Также ординаторы, которые принимают активное участие, наши ординаторы, с успехом продолжают свое обучение и поступают в аспирантуру. Таким образом, научно-образовательный кружок – это возможность проявить себя, а именно проявить познавательную активность, освоить базовые знания, возможность начать или продолжить научные исследования в той или иной области, освоить или приобрести практические умения, сформировать навык профессиональной деятельности. Коллеги, на данном слайде представлены контакты для обратной связи. В частности, у нас имеется свой собственный веб-ресурс mednog.ru, где мы рекомендуем каждому из вас зарегистрироваться, ознакомиться с регламентом работы научно-образовательного кружка. Также вы можете найти тот банк презентаций, о которых я говорил, пройти тот обучающий курс и принять активное участие в формировании его. Также у нас создана группа в социальных сетях, в частности ВКонтакте. Также мы хотели бы, чтобы каждый из вас туда вступил и принимал активное участие в дискуссии, высказывал свое мнение, оставлял пожелания. Также приветствуется оставить вопрос, который мы обсудим с экспертами и при этом оставим ответ. У нас есть обратная связь по электронной почте. Это больше касается для регионов, поскольку все те, кто нас сейчас смотрит по онлайн-трансляции, вы можете оставить свою заявку на участие в заседании. Просьба всех желающих направлять свои данные, тему, с которой хотели бы вы выступить, на адрес электронной почты. Дорогие друзья, коллеги, завершая свое сообщение, я бы хотел сказать о том, что в настоящее время в современном мире врач – это постоянное стремление к обновлению своих знаний и профессиональных компетенций. Я надеюсь, что каждый из вас примет активное участие в следующем заседании, выступит с новыми предложениями, с идеей. Мы обязательно поддержим вас. Я благодарю вас за внимание. Благодарю слушателей из Воронежа. Если у вас есть вопросы, если они у вас возникли, я могу на них ответить. Благодарю вас. Продолжение следует...